И еще о событиях в мире. Изменение климата провоцирует диаметрально противоположные погодные явления в Африке. На западе континента борются с последствиями наводнений, в то время как Восток страдает от засухи. Кроме того, экстремальная погода установилась в других частях света. Подробнее в нашем международном обзоре. Сюрпризом для жителей Каира стали снег и мелкий град. Редкие погодные явления для этих широт. Садки не помешали бы другим африканским странам, например Кении и Сомали. Эти регионы переживают сильную засуху. Ученые настаивают, для урегулирования ситуации необходимо контролировать выбросы СО2 в мире, а также инвестировать в выращивание культур, которые более устойчивы к таким погодным условиям. В разных регионах Африки разные погодные явления. Где-то засуха, а где-то наводнение. Но причина у этого одна. Это феномен Эль-Нинью – колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. И в зависимости от того, где находится теплая вода, там и больше осадков. На Западе много наводнений, а на Востоке отсутствие осадков и засуха. Такая ситуация сохраняется на протяжении долгого времени. И, возможно, изменение климата увеличивает вероятность всего этого. В Нигерии с начала года из-за наводнений погибли больше 600 человек. Почти полтора миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Под водой осталось больше 300 тысяч гектаров посевов. И сейчас власти обеспокоены вопросами продовольственной безопасности. Под угрозой и деятельность крупных нефтяных компаний. Богатые сырьем районы также затоплены. С сильными наводнениями столкнулись жители Бангладеша. На страну обрушился циклон. Затоплены улицы. Ранее порывы ветра достигали 88 километров в час. На прибрежные районы обрушились волны высотой около трех метров. По данным властей, погибло несколько десятков человек. Сейчас в регионе восстанавливают электроснабжение и подсчитывают убытки. Из-за шторма и дождя очень тяжело. Все улицы затоплены. Поэтому нам очень трудно управлять нашими велорикшами. Во Франции ликвидируют последствия торнадо. Стихия повредила дома на севере страны. Это очень редкое погодное явление в регионе. Смерть образовался за считанные минуты. Скорость ветра превысила 200 километров в час. Погибших нет. Один человек пострадал. АПЛОДИСМЕНТО НЕЕДЕЛЬНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТО НЕДЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...